Матронинский монастырь. Далеко вот так вот видно. Красивое очень здание. Здесь в советское время были склады зерна, как везде и всюду. Там церковь, колокольня. Вот такое поле. Они здесь работают, обрабатывают землю. Действующий монастырь. Это в холодном яру. В монастыря есть своя история до войны и после войны. Вот когда начинается история этого монастыря. С 1037 года. Вот здесь это все обновлено. Здесь не было ничего. В мое детство этого здесь не было. В 1754 году, Григорий Сковорода был в этом монастыре. Вот табличка, прибитая к стенке. Кто украинский, пусть читает, а для русских я переведу. Значит, Матронинский монастырь, созданный в 1037 году и признанный центр освободительной борьбы украинского народа. Здесь были Ярослав Мудрый, Гетьманы Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко, Иван Веговский, Иван Мазепа, философ Григорий Сковорода, Максим Залезняк, генерал Симус, Суворов, поэт Пушкин, композитор Чайковский и поэт-художник Тарас Шевченко. Все навещали этот монастырь. У него очень большая история. Тысячу лет, так же, как и дубу. Захожу на территорию Матронинского монастыря. Вот как красиво уже здесь все сделано. Я здесь была 50 лет назад, ребята, здесь была. И здесь ничего не было. Только были чернобривцы посеянные. Вот как сейчас ухаживают монахини. Здесь собрали монастырь монахини. А здесь все было пустырь. Вот как преобразовалось все. Ребята, не буду много говорить. Вот как расстроился этот монастырь. Вот такие. Это уже новое здание. Этого здания здесь не было, мне кажется. Но сверху крыша покрыта таким же железом зеленым, как в старую вину. Но я не помню этого здания. Я здесь была, когда мне было 16 лет. 18. Такие шикарные клубы поделали монахини. Посмотрите, как красиво все ухожено. Как солнышко. Звезда какая. Бересклет постриженный. Фигурки коника. Вот такие фигурки здесь. Постриженные вон стоят деревья. Деревья. Сколько у них роз. Белые, красные. Все ухоженные. Это второй участок. Первый мы прошли, это второй. Смотрите, этим деревьям уже очень-очень много лет яблони. Посмотрите, какой ширины эти яблони. Но и яблоки еще на дереве есть. Интересно, сколько же им лет? Деревья с дуплами. Это тоже яблонько. И яблоки еще родят. Федор Безродецкий. Его могила и надгробный камень. Старинно похоронен в 1931. Подписано. Здесь написано на камне, но тяжело читать. Вот сама церковь. Ухоженный сад. Красивый. Подстриженные газоны. Подстриженные кустики. Не подходю ближе. Хочу зайти в монастырь. Так, когда я здесь была маленькая, здесь ничего не было. Это все сделано за последние года. Табличка, грамота. Написано, что этот монастырь был основан после похода Ярослава Мудрого на Печенегов. Вот такая грамота висит. Поближе. Кто украинская, пусть читает. Игумен Матронинского монастыря 1716-1809 год. Мельхиседек, значка Яворский. Игумен Матронинского монастыря. Видите, какой старинный, старинный это монастырь. Перетерпел сколько-сколько разных исторических событий. В 1800 году Игумен Матронинского монастыря Антоний контракт заключил и был освящен Игуменом Антонием в 1805 году. Свято-Троицкая церковь под охраной государства. Последняя яблоня. Смотрите, какой она толщины. И с яблоками. Яблоки еще родят и падают, и крупные яблочки. Сколько лет этой яблоней, даже не могу себе представить. За сколько лет такая яблоня превращается вот в такое дерево. Ну, наверняка больше ста лет. Сделала вам, ребята, экскурсию по большому историческому памятнику действующему Матронинскому монастырю. Много легенд, много историй. Но это будет другое видео. Возможно, я когда-то еще расскажу. На этом месте по исследователям, американских исследователей с космоса в дальние времена здесь упал метеорит. вот здесь самое глубокое место. Это называется Холодный Ярк. Мы сейчас будем туда спускаться. Вот, внизу. Ниже и ниже. Здесь внизу всегда холодно, прохладно. И на 2 градуса ниже температура, чем обычно в округе. Эта история немножко уже не связана с монастырем. А потом на место этого метеора, метеорита, что упал, было полное наводнение воды. к этому месту причаливали, даже корабли плавали. Если в 1037 году он был построен, вот мне говорили, что здесь была и Екатерина II. Я не могу сопоставить эти данные. У меня нету информации такой. Мы вот по легендам вот рассказывали, друг другу передавали это все, что вот такие вот к этому монастырю. Так что, если тут и Мазепа был, и Суворов, и Чайковский, значит, ребята, здесь история намоленная очень-очень-очень сильная. На этом я вам заканчиваю репортаж от Матронинского монастыря и едем дальше в Холодный Яр.